всех рада приветствовать на своем канале сегодня мы будем делать значки посвященные дню победы кому такая идея по душе смотрите видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нам понадобится для изготовления плотный фоамиран двусторонний скотч и вырезанные распечатки картинок наклеиваем картинку на двусторонний скотч вырезаем оставляя немного белого края после того как изображение вырезаны девятку я обрезала без белого края так как девятка уже изначально сделано как объемная толщина фоамирана 2 миллиметра и полтора миллиметра снимаем скотч двустороннюю пленочку убираем и наклеиваем на фоамиран также проделываем со второй заготовочкой а далее очень аккуратно обрезаем и вот в результате что получается конечно же более объемные более настоящие значки смотрятся на фоамиране который 2 миллиметра я уже подготовила заранее значки также я подготовила немножечко картинок для бантиков которые тоже будут красивенькими кабошон чиками осталось только обработать и покрыть гелем и высушить в лампе еще что я делаю из простого скотча строительного делаю такие вот заготовочки как хваталочки крепления подклеивая с одной стороны он и легко снимается и держать его удобно и так и обрабатываю все которые я на данный момент буду делать делаю единорушку одного лучше парочку партиночки я уже подготовила и сейчас расскажу какую основу я использую основа для гель-лака я ее использую для лучшего объема обычно это я использую чтобы покрывать кабошоны чтобы они были больше объемом но так как эти значки они и так на объемном фоамиране наклеены в этот вариант как сказать этот первый самый слой основу можно пропустить и можно просто покрыть либо топ 3d есть такой топ который покрывает и сохнет на воздухе его можно лампу для этого не использовать он прекрасно подсыхает на воздухе либо используя лампу использовать основу для гель-лака сделаю всеми тремя способами смотрите что получится так вначале я покрываю основой для гель-лака по-другому еще называет база либо базовое покрытие сделаю маленькую картиночку и в этом случае обязательно запечатываем краям и сушим в лампе минутку сейчас попробуем 3d которому лампу для высыхания не требуется он просто высыхает на воздухе ждем оставляем до полного высыхания в это время кабошончики подсыхают уже готовы подсохли закрепляем глянцевым топом для гель-лака после того как покрыли топом выкладываем лампу для просушки пока он усохнет делаем другие картиночки и вот в результате что получилось многие мне задают вопрос пишут так сделали получился липкий слой что делать сразу говорю липкий слой можно снять средством для обезжиривания ногтях даже подходит простой одеколон я использую глянцевый топ без липкого слоя поэтому мне его снимать ничем не надо он уже изначально не липнет давайте рассмотрим что получилось и обсудим результат этот эту картиночку вот эту вот эту так еще какая тут у нас так они все разные сейчас разные все выкладывать буду нет это вот три разных способом очевидно это я покрывала способом просто значит первый способ у нас был покрыть 3d покрытием которые не надо сушить в лампе вот что получилось получилось следующее покрытие хорошо смотрится но нет хват не хватает такой как был объемом сверху она получается плоскостное также если покрыть просто топом картинку она тоже получается плоскостная не хватает как бы верхушечки такой объем чека не хватает эту же покрывала своим традиционным способом полюбившимся сначала основа а затем топ вот этот вариант самый эффектный на мой взгляд и я в основном все картинки делала таким способом покрывала двумя покрытиями основа плюс топ вот такой вот результат получится эту картинку я тоже покрывала просто 3d лаком видно что просто покрыта блестит просто вырезана из бумаги она не поменяла видимость значка такого не приобрела все равно я останавливаюсь все же на этом способе орден вообще получился оригинально понравился такая вот давайте посмотрим как это будет смотреться на ленте просто свернули ленточку либо так либо так и украсили как оригинально совсем необычная брошь получается да скрепочка просто так соединилась чтоб удобнее было посмотреть помимо значков я делала еще и кабошон и для бантиков кабошон для бантиков покрываются с двух сторон если значки я покрывала только с одной стороны потому что она вся остальная будет приклеена на основу ткани то кабошончик с обратной стороны то место как раз что будет выглядывать из-за бантика я покрыла сначала основой затем глянцевым топом так как это на белом фоамиране это вообще незаметно если фоамиран цветной можно покрасить еще белым лаком нанести слой все вот такие кабошончики тоже получились кому такая идея по душе подписывайтесь оставайтесь со мной с вами была наташа до новых встреч по скрипту тематика значков может не каждому прийтись по вкусу поэтому огромнейшая просьба не нравится проходите мимо не смотрите видео не делайте комментариев не нужно еще в сорок восьмом году 1948 году на открытках с днем победы красовалась эта ленточка поэтому не нужно утрировать историю если вы ее не знаете а возьмите просто и почитайте и ознакомьтесь истории своей страны и будете знать когда что появилось кто в чем победил кто где участвовал кто что освобождал а мне больше пожалуй ничего не пишите меня уже не переделать я рождена выросла в ссср у нас совсем было другое образование никакой теперь всего доброго надеюсь я услышана